Уважаемые слушатели и зрители меня зовут Сафронова Валерия Александровна я являюсь прочим лаборантом сети ветеринарных клиник Катанай наш филиал базируется в Санкт-Петербурге на Бухарестской 142 это центральная лаборатория нашей сети сегодня я расскажу вам про клинический анализ крови какую информацию может получить врач назначая этот анализ собственно до расшифровки всех показателей хотелось бы заострить внимание на правилах подготовки животного к сдаче любого анализа крови и для клинического исследования в частности самое главное это голодная диета которая должна быть не менее 6-8 часов собственно водичку можно оставить без ограничений корм весь убрать это важно почему потому что после еды очень часто в крови собирается много микроскопических капелек жира по научному это называется хелиоз который в последствии может немного исказить некоторые показатели в частности может быть ложно повышено количество лейкоцитов может ложно повышен быть количество гемоглобина и в пробирке с хелиозом эритроциты красные кровяные клетки они могут просто начать разрушаться очень быстро что приведет к ложно заниженному показателю этих клеток собственно говоря очень просто не кормим животное до анализа 6-8 часов и лаборант счастлив и врачу потом не придется ломать голову собственно что входит в клинический анализ крови это измерение количество эритроцитов измерение количества лейкоцитов тромбоцитов измерение уровня гематокрита гемоглобина и выведение лейкоцитарной формулы или лейкограммы по другому собственно эритроциты если говорить о них это красные кровяные клетки которые основная задача которых это газообмен это перенос кислорода из легких во все органы и ткани и обратный перенос углекислого газа собственно из тканей в легкие делает эритроцит это с помощью своего основного белка гемоглобина собственно говоря далее лейкоциты это белые кровяные клеточки которые основная задача которых это иммунный ответ то есть если организм встречается с каким-либо инфекционным агентом предположим бактерии или вирусом то именно лейкоциты идут туда на место встречи и начинают решать друг или враг и что мы с ним будем делать есть несколько видов этих лейкоцитов такие страшные слова как илозинофил базофил нитрофил это все вот про это про как раз виды лейкоцитов они количество этих разных видов она отражается как раз в лейкоформуле вот и именно разные вот паттерны вот этих вот соотношение этих видов лейкоцитов она сопоставима с разными состояниями нормальными вариантами нормы или патологическими вариантом болезни собственно говоря тромбоциты это такие безъядерные клеточные элементы которые отвечают за остановку кровотечений вот их подсчет тоже ведется в нашей лаборатории по поводу гематокрита это важный достаточно показатель который иногда особенно если животное находится в стационаре измеряется чаще чем сам клинический анализ крови то есть контроль этого показателя ведется чаще почему потому что сам гематокрит это отношение объема эритроцитов к объему жидкой части крови которая называется плазма собственно говоря если например животное обезвожено у нас будет гематокрит повышаться то есть жидкая часть крови и и становится меньше потому что ну например животное теряет много жидкости когда у него длительная и тяжелая диарея или может быть там кот очень много писает и при этом очень мало пьет или может быть какой-то выпад происходит в брюшную или в грудную полость в этом случае наступает обезвоживание и степень этого обезвоживания тяжесть его можно понять измерив гематокрит он будет высоким то есть выше там 50 пунктов 60 иногда бывает даже так либо наоборот обратная ситуация это если мы имеем малый объем эритроцитов и большой объем плазмы крови что характерно для анемии то есть малокровие в народе ее называют собственно говоря по клиническому анализу крови можно даже предположить механизм возникновения этой анемии например может быть было кровотечение внутреннее или внешнее может быть что-то что-то является фактором которые разрушают эритроциты в кровеносном русле а может быть есть недостаток каких-то микроэлементов или витаминов из-за чего просто не успевают образовываться новые эритроциты и вот благодаря как раз клиническому анализу крови подсчету количества эритроцитов гемоглобина и когда лаборант смотрит глазами мазок крови он может даже предположить какой механизм развития этой анемии то есть потеря недостаток чего-то или избыточный избыточное разрушение эритроцитов вот собственно почему гематокрит часто измеряют в условиях стационара просто потому что пациенты получают там инфузионную терапию то есть они восполняют свой объем жидкости или корректируют какие-то изменения и важно отслеживать чтобы этот показатель то есть насколько он возвращается к норме насколько быстро насколько успешно проводится лечение вот по поводу лейкоцитов и их уровня собственно либо мы имеем нормальный уровень либо мы имеем пониженный и повышенный соответственно разные состояния и нормы и болезни могут приводить к тому или иному уровню этих лейкоцитов собственно говоря например если у животного есть какое-то воспаление острое воспаление или же хроническое воспаление то мы будем иметь повышение уровня лейкоцитов то же самое будет происходить если у животного есть инфекционный процесс какой-то в большинстве случаев это будет повышение уровня в некоторых случаях может быть снижение уровня лейкоцитов также важно будет в этом случае посмотреть именно как раз на лейкоформулу где вот это вот перетасовка вот этих видов лейкоцитов она собственно и будет указывать на то бактериальный это процесс вирусный это процесс ну то есть поможет предположить это в некоторых случаях даже ну натолкнет на мысль о каком-то онкологическом процессе здесь я говорю про лейкозы у животных то есть когда одна клеточная линия условно говоря в кавычках сходит с ума и начинает активно делиться эта клетка и у нее просто огромное количество ее клонов и в анализе крови мы видим очень большое повышение уровня лейкоцитов то есть больше 100 тысяч в микролитре даже там 300 тысяч микролитре это очень много и в лейкоформуле также будет подсказка что это именно что-то злокачественное потому что будет именно до 100 процентов доходить количество 1 1 вида лейкоцит хотя в норме они должны быть распределены ну там по своим нормам вот собственно что-то еще хотела про лейко сказать ну да ладно возвращаясь опять же к анемиям тоже пару слов про такие но казалось бы обыденные вещи для ну человека которые могут быть опасны для животного и которые последствия употребления которых мы можем тоже увидеть в анализе крови это или некоторые лекарства то есть там парацетамол различные нестероидные противовоспалительные типа ибупрофена или анальгина их категорически нельзя давать кошкам особенно в домашних условиях не знаю там дозировок и так далее просто потому что эти вещества влияют на эритроциты они способствуют их разрушению и собственно как раз в разговоре об анемиях то есть мы увидим в анализе крови вот эту самую анемию с некоторыми там тонкостями вот и такие банальные вещи как лук и чеснок которые там например растут у кого-то на подоконнике или может быть там в летний период готовится дачный шашлык и вот этот маринад потом скармливается собаки кусочки то есть это все тоже приводит к тяжелым последствиям в будущем поэтому не стоит этим заниматься чтобы потом лаборанту было весело вот по поводу тромбоцитов ну тут по всего пара слов то есть мы можем наблюдать либо пониженный либо повышенный уровень ну либо нормальный соответственно и так как эти клетки отвечают на за образование первичного тромба то есть они останавливают кровотечение где бы оно ни было мы пониженный уровень мы будем наблюдать при каких-то про ну чаще всего при проблемах с костным мозгом то есть это тот орган где они созревают то есть негде плохо созревают мало видим там где они нужны если это высокий уровень тромбоцитов то либо это какое-то кровотечение опять же острая или это если взяли кровь уже после того как она остановилась все равно там могут быть повышены тромбоциты потому что была в них очень большая потребность вот они собственно до сих пор не могут отойти костный мозг не может отойти от этого вот либо это может быть даже после какого-то оперативного вмешательства банальная операция кастрации или что-то то есть плановая кровопотеря так скажем тоже может быть повышенный уровень тромбоцитов ну и любой инфекционный процесс острый или хронический тоже приведет к повышению уровня этих клеток ну вот ну и наверное еще пару слов про крови паразиты потому что это как раз тем те причины по которым тоже может быть анемия в анализе крови но ну например вот собачьи до сам распространенный это наверное бобезия заболевание называется бобезиоз в народе пероплазмоз еще его называют она не очень характерно для санкт-петербурга ленинградской области но например псковские коллеги и коллеги там сибирские может быть какие-то они очень часто встречаются с этим заболеванием и как раз диагноз в данном случае ставится очень часто по клиническому анализу крови и по мазку крови то есть то как раз чем занимается лаборант при окрашивании мазка крови очень четко видны эти паразиты внутри эритроцитов они достаточно красивые вот и собственно все диагноз готов лечение начинается другой кровепаразит например микрофилярия заболевание называется дирофиляриоз в мазке крови иногда можно встретить собственно вот микрофилярию ну и пропустить ее если она есть достаточно сложно и таким образом тоже диагноз можно поставить и если про кошачьих крови паразитов говорить то самое распространенное это гемотропные микоплазмы вот их несколько есть разновидностей если приготовить мазок из свежей забранной крови то есть один-два часа прошло пробирка попала в лабораторию мы можем увидеть микроскоп прикрепленный к эритроцитам маленькие вот эти как раз паразиты и в этом случае тоже в комментариях к анализу что-то указать то есть в этом случае нужна дополнительная диагностика обязательно но тем не менее натолкнуть врача на эту мысль тоже лаборант может ну вот собственно и все опять же подытоживая да хочу сказать что не стоит пытаться самостоятельно как-то интерпретировать просто цифры в бланке анализа всегда нужно брать картину целиком то есть осмотр животного данные анамнеза истории болезни какие-то еще дополнительные методы диагностики в купе с анализами крови в том числе они как раз и помогут поставить правильный диагноз и уже от этого оттолкнется врач лечащий назначить грамотное лечение банальный пример то есть какая-то очень пугливая кошка пришла в клинику в нее потыкали иголками а до этого она еще и в очереди сидела три часа мало ли бывает взяли кровь в анализе мы видим повышенный уровень лейкоцитов сдвиг лейкоформуле характерный такой и собственно а владелец что видит в бланке что есть отклонение от нормы и начинает волноваться искать что это может быть а это просто банально стрессовая лейкограмма то есть это кошка была в сильном стрессе ее организм на это ответил повышением лейкоцитов и небольшим сдвигом ну собственно ничего страшного не происходит она может быть вполне здорово то же самое может быть и у собаки но у кошек чаще все таки они более пугливые создания ну собственно как то так этот эфир будет сохранен да сейчас мы посмотрим что там с вопросами есть ли они так есть ли какие-то препараты которые нельзя давать животным перед забором крови но если животное принимает какие-то препараты постоянно то есть например это фенобарбитал или какие-то нестероидные противовоспалительные которые назначил ветеринарный врач то есть это животное с хроническим заболеванием которое постоянно на терапии то отменять самостоятельно ничего не нужно просто на голодный желудок и то есть тот же самый не знаю инсулин если кот получает с сахарным диабетом нет ничего самостоятельно не отменяем просто планово сдаем кровь как и назначено какие-то специальные препараты там абсолютно нет ничего не нужно давать как часто нужно водить животное на общее обследование нужно ли оно вообще или лучше обращаться только по мере появления необходимости на этот вопрос есть ответ в некоторых предыдущих эфирах там был эфир про диспансеризацию как раз можно пролистать немножко и ознакомиться он достаточно короткий информативный в двух словах в принципе если это новое животное в доме новый котенок или новый щенок да стоит показать его ветеринарному врачу сделать необходимые прививки если жалобы сделать обследование и танцевать уже от этого а если жалоб никаких нету если это просто хочется вот узнать что там происходит ну как бы наверное все таки не стоит все таки стоит отталкиваться именно от жалоб и от них уже выяснять план диагностики какой будет будут ли это анализы крови или что-то другое дополнительное там плюс-минус какие должны быть показатели чтобы кровь необходимо было переливать есть определенные как сказать инструкции гайдлайны какие показания для переливания крови то есть там по уровню гематокрита часто смотрят то есть ниже определенного уровня это уже прямые показания к переливанию плюс нужно посмотреть есть ли вообще регенерация то есть организм отвечает на эту анемию на эту там ну кровопотерю до либо ответа нет если ответа нет и чем это вызвано там хроническая почта недостаточностью либо может быть с костным мозгом уже какая-то проблема там где созревают все форме элементы крови то есть уже от этого отталкивается доктор и назначается переливание крови то есть прямые показания это гематокрит ниже определенного уровня и нерегенераторное аниме то есть когда организм не отвечает на вот это вот малокровие какие анализы надо сдать перед переливанием крови ну опять же эти она обычно животное которое требует переливания крови она уже достаточно интенсивно обследовано она возможно находится в стационаре под наблюдением уже выяснена какая причина его анемии почему ему требуется переливание и уже все анализы скорее всего сданы то есть либо это проблемы с почками либо это проблемы с костным мозгом вот и ну а если уж ну как напрямую до касаться нашей темы нашего эфира то это общий клинический анализ крови то есть нужно смотреть на показатели красной крови эритроциты гемоглобин гематокрит так я больше не вижу вопроса все тогда если вдруг они снова появятся какие-то вопросы задавайте их либо здесь в комментариях под эфиром либо переходите на наш youtube канал и там в комментариях задавайте по по возможности буду отвечать либо давайте советы тем кто отвечает на эти вопросы администраторы там вот собственно говоря все всем пока приходите к нам в клинику будем рады видеть на профилактических осмотрах либо если и жалобы тем более волкам